Музыка У этого вуза есть даже собственная спутниковая группировка Российская Академия Воздушно-Космических Войск имени Можайского Уникальное учебное заведение Основана она более 300 лет назад и изначально готовила военных инженеров В советское время ее превратили в Академию ВВС А уже в современной России легендарная Можайка стала кузницей кадров космических войск Наш корреспондент в Петербурге Денис Гайдамак лично посетил Академию Вот что он увидел Вот оно сердце Воздушно-Космической Обороны России Академия Можайского Все что связано с космосом здесь практически на каждом углу Это летний стадион и даже рядом с футбольными воротами уменьшенная копия настоящей ракеты Ангара одна из самых последних разработок российского ракетостроения Скоро она сменит отслуживший в свое время протон и будет доставлять на орбиту самые разные грузы Николай Шевченко знает об Ангаре наверное все Все-таки уже 5 лет он старшина курса Хотя сам в свое время 20-летним парнем Приехал с Кубани учиться в Питер С чем я столкнулся это белые ночи действительно да это непривычно У нас как бы на юге там достаточно темно ночью А здесь я смотрю на часы час и не могу понять что это час ночи либо час дня Кроме обычных уроков физкультуры для всех курсов обязательные занятия гимнастикой Поэтому подготовка к поступлению должна быть серьезной Как бы то ни было сразу видно все самые последние научные разработки здесь Это настоящий рай для будущих военных изобретателей Чего здесь только нет К примеру вот эта установка может быть смонтирована на космическом корабле Она позволяет разворачивать солнечные батареи в направлении солнца И само устройство и программное обеспечение от начала и до конца делали курсанты Этот юркий малыш прототип лунохода тоже от начала и до конца делал рук курсантов Это прототип автономной подвижной платформы Его задача по заданным координатам автономно проехать и выполнить целевую задачу К примеру съемка информации, перенос каких-то грузов Каждый год Можайка выпускает специалистов, которые могут запускать и управлять космическими аппаратами А с недавних пор список специальностей пополнился ракетчиками и офицерами ПВО Причем защитников уже обучают работать с новейшим зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С-1» Уникальность в том, что там и ракетное пушечное вооружение Он не на гусеничной, на колесной базе, на базе обычного КАМАЗа Но при этом может выполнять стрельбу сходу Это уникально, это новый тип вооружения Поржать цели с огромной скорострельностью Там тысячи выстрелов в минуту Уникальность Можайки еще и в том, что у нее есть собственная орбитальная группировка малых космических аппаратов Вся информация со спутников попадает сюда, в настоящий центр управления полетами Например, на данном снимке мы даже издалека можем заметить авиабазу То есть мы видим взлетно-посадочную полосу И базирование кораблей Мы здесь наблюдаем авианосец Вот на нем даже можно заметить самолет, который произвел посадку А вот, собственно говоря, так и выглядит та самая антенна, с которой и поступают все данные Она находится на крыше, периодически вращается и по специальной программе следит за перемещением спутников Тем временем, по словам курсантов, вся прелесть учебы в том, что военные профессии вполне применимы на гражданке И вот тут-то вопрос, сколько готовых офицеров в итоге попадет в воздушно-космические войска Даже несмотря на нынешний небывалый набор, точно сказать не может никто Денис Гайдамак и Андрей Бесфамильный Союзники, Петербург Денис Гайдамак и Андрей Бесфамильный